Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 11 главы этой книги. В этой главе говорится о том, как раны бедного Иова, и плотские, и душевные, кровоточили, его язвы до сих пор гноятся, не заживают, но никто из друзей не принес ему целебного снадобья. Елея или бальзама. И третий из друзей, Сафар, вступает в диалог с Иовом, льет на раны столько же уксуса, сколько вылили его предшественники, и, что более понятно для славян, как бы сыпет соль на рану. Сафар выдвигает Иову очень серьезные обвинения. Якобы Иов горд и необоснованно пытается оправдаться. Об этом с первого по четвертый стих. Далее Сафар взывает к Богу, умоляя вмешаться, чтобы сам Бог обличил Иова. Об этом пятый стих. И тогда последний ощутит, с одной стороны, непогрешимую мудрость и непоколебимое правосудие Господа, шестой стих, непостижимое совершенство Бога, седьмого по девятый стих, его неоспоримое владычество и неподлежащую контролю власть, десятый стих, «Осведомленность Бога о делах сынов человеческих», с одиннадцатого по двенадцатый стих. Сафар далее заверяет Иова, что после покаяния и исправления, об этом говорится в тринадцатом, четырнадцатом стихе этой главы, «Бог вернет ему былое процветание и безопасность», стихи пятнадцатый по девятнадцатый. Но если Иов будет оставаться нераскаянным, нечестивым, то рассчитывать на это не стоит. Об этом двадцатый стих, последний стих этой главы, одиннадцатой главы книги Иова. Итак, Сафар выдвигает Иову очень серьезное обвинение, якобы тот горд и совершенно необоснованно пытается оправдаться. С первого по четвертый стих. «И отвечал Сафар на Аметянин и сказал, в блаженной памяти Иерей Даниил Сысоев, пишет, «В разговор вступает третий друг Иова, Сафар, он непреклонен, постигшее Иова наказание справедливо, совет Сафара раскается, и тогда Иов будет утешен». Конец цитаты. Первое, что говорит Сафар, «Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав?» Здесь Сафар говорит, первое, «Множество твоих слов они не могут тебя оправдать. на них можно дать ответ. И если ты многоречивый, это не значит, что ты правый». В толковой православной Библии говорится, «Многословие не есть признак ума и правды, смотрите притч 10-19, приводящий слушателей силой своей бдительности в молчание». Иов 6-25, а наоборот, иногда свидетельствует о глупости Экклесиаст 5-2, Экклесиаст 10-14. «Считая сообразно с этим продолжительную речь Иова неубедительным пустословием, Сафар не допускает возможности ответить на нее молчанием. Оно свидетельствовало бы о неспособности друзей понять и изобличить пустоту речей Иова, говорило бы о их глупости». Итак, Сафар говорит от избытка претензий к тому, что высказал Иов. И он добавляет, «Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя?» Это серьезный укор. Свидетель Иоанн Златоуст пишет, он хочет сказать следующее, «Разве нет возвращающего тебе, то есть нас, или же никто не знает твоей беды, кроме Бога, который, если бы захотел обличить тебя, то уже погубил бы?» «Посмотри», вопрошает Златоуст, как они, хотя Иов нигде не говорит, что страдает несправедливо и не имеет грехов, возводят это на него. Они подозревают Иова в том, что он не говорил. Иов не пытается найти для себя оправдание, он хочет понять замысел Бога. Неужели Бог создал его для этой муки, для этой скорби и для этого переживания? Сейчас многие задаются этим вопросом, почему мы страдаем, почему мы бедствуем, почему мы не чувствуем себя защищенными? И люди хотят понять, какой же замысел Бога в том, что он попускает всему этому происходить. И четвертый стих «Ты сказал, суждение мое верно и чист я в очах твоих», говорит Сафар о Иове. Но Иов не говорил, суждение мое верно и чист я в очах твоих. Сафар так интерпретирует все, что было сказано Иова. Это свойственно людям, малодуховным, додумывать за других людей, что они хотели сказать, что они подумали, как на самом деле они понимают что-либо. Это очень опасно, когда мы интерпретируем таким образом, слова людей. Святитель Григорий Двоеслов в своих моралиях на книгу Иова пишет. «Ты сказал, речь моя верна и чист я в твоих глазах». Иов, восклицает святитель Григорий, папа римский, кто помнит слова блаженного Иова, знает, насколько это обвинение ложно в отношении слов, сказанных его голосом. Ибо как он мог бы назвать себя чистым, который говорит, если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. дали саффар взывает к Богу, умоляя о вмешательстве, чтобы он, Господь, обличил Иова, об этом пятый стих, и тогда последний ощутит, а что он ощутит, это уже ниже. Читаем пятый стих. Но если бы Бог возглагол и отверст уста своих тебе, здесь саффар как бы говорит, если наших слов недостаточно, скоро заговорит Бог. Один священнослужитель мне рассказывал, что у него было тяжелое нравственное состояние, и он не знал, как преодолеть эту дилемму между стремлением к святости, праведности и то нравственное падение, которое он наблюдал в себе. И он обратился в молитве к Богу, и Бог все так поменял в его жизни, что он пришел в себя только через полтора года. и саффар, он хочет, чтобы произошло это вмешательство Бога, ведь он подозревает Иова в самолюбовании, в том, что Иов бросает Богу как бы вызов своему прямству в своей собственной гордыне. Но если бы Бог возглаголил и отверз уста свои к тебе и что должно после этого произойти, первое, Иов тогда познает непогрешимую мудрость и непоколебимое правосудие Господа, шестой стих, и открыл тебе тайну премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, то есть ты несешь наказание, но не в полной мере, и так знай, что Бог для тебя некоторое из беззаконий твоих предал забвению, да, он тебя наказывает, но не за все, ибо если бы он тебя наказывал за все, тебя надо было бы уничтожить. Поэтому очень важно, когда мы сталкиваемся с Божьими судами, а эти суды совершаются над целыми регионами, народами, племенами, языками, мы бы осознавали, что такие Божьи действия имеют целью не правосудия, которое без сомнения уничтожило бы нас, а наше исправление, наказание как педагогическая мера воздействия. Далее Сафар настаивает на том, что если Бог заговорит, откроется непостижимое совершенство Творца, 7-9 стих. «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» вопрошает он Иова. «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире море». Мы уже говорили с вами об этом, отцы, братья, сёстры, что да, конечно, Иов прав, а его друзья в некотором смысле неправы. Но их диалоги, они сохраняются в книге Иова, потому что содержат истины, может быть, неправильно понимаемые истины самими людьми, которые высказывают эти истины. Об этом надо помнить и не забывать, исследуя книгу Иова. Далее Сафар говорит о непостижимом владычестве и ничем не ограниченной власти Бога. 10 стих «Если он пройдёт и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его?» То есть его Бога решение, его Бога вердикт. Далее говорится об осведомлённости Бога в делах всего рода человеческого с 11 по 12 стих «Ибо он, то есть Бог, знает людей лживых и видит беззаконие и оставит ли его без внимания, но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому ослёнку». Почему это сравнение с диким ослёнком? Осёл в Библии это символ упрямства в похоти, символ упрямства в похоти, и Сафар как бы говорит «Ты родился уже таким, ложь в тебе от рождения присутствует». Здесь прямая аллюзия с тем, что мы видим у царя Давида в 50-м псалме, когда Он восклицает в беззаконии зачатия и «Во грехе родила меня мать моя». Действительно, мы не можем спорить с Богом. Мы не можем спорить с судами Бога, когда Он вершит Свои суды над народами. И особенно опасно положение тех народов, племен и языков, которые начинают себя воспринимать как оружие Божьего гнева против согрешивших. Когда Бог водил еврейский народ в землю обетованную, Он говорил им «Вы пришли сюда не потому, что вы лучше этих народов, которые я согнал, просто их мера превысила уже все возможное. У вас нет никакого преимущества перед ними, как и в послании к евреям апостол Павел пишет «Все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного». Иов пытается понять смысл собственных страданий. На мой взгляд, самый великий пример осознания своего несовершенства перед Божьим величием – это радость Давида. Я поясню, что я имею ввиду. Псалом 121, первый стих в синодальном переводе «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господен». Ну, у каждого есть своя интерпретация этих слов, в общем-то, чаще всего это совпадает, когда один верующий приглашает другого пойти в дом Господен, почему же не радоваться? Но это слова Давида. Во дни Давида храм не был построен, дом Божий не был построен. О чем же говорит Давид? «Возрадовался я, когда сказали мне», но в оригинале не так, «когда сказали обо мне», то есть «видя меня, пойдем, в дом Господен». О чем это? Это о том, что грех Давида с Версавией и с ее мужем Урии, которого погубил Давид, был известен всем. И евреи, прежде всего обитатели Иерусалима, понимали, что храм не будет построен при этом царе Давиде, потому что он очень грешный, он пролил много крови по имени Господи царя Давида и всю кротость его. И Давид это тоже понимал. И когда пожилой Давид шел по улицам Иерусалима, и люди видели, что он уже совсем старый, еще немного он помрет, и его сын построит храм. И Давид видел эту их радость в их глазах и разделял ее. Возрадовался я, когда сказали обо мне «Скоро пойдем в дом Господен». То есть он умрет, и мы скоро пойдем в дом Господен, но Давид выше эгоистической религиозности. Главное, что храм будет построен. Храм будет построен. Будет построен. Давид вел воины Господни, но нельзя вести воины, не совершая преступлений. И хотя он был пророк, который понимал, что происходит, но Бог сказал ему «Ты пролил много крови, ты слишком много воевал, ты не построишь храм имени моему». Твой сын Соломон, по-еврейски «шломо», то есть «мирный», так переводится это имя, он построит храм. И Давид радовался, когда видел эти взгляды на себя, этих людей, которые думали, вот он скоро помрет, и храм будет построен. Он радовался за этих людей, они увидят этот храм, они увидят этот храм, они войдут в него. Вот эта неэгоистичная религиозность, это очень важно, это то, в чем мы все нуждаемся. Сейчас религиозность на службе у светских властей, это самое гнусное состояние религиозности, когда вместо того, чтобы дух руководил плотью, происходит нечто обратное, когда плоть начинает диктовать духу, как надо себя вести в той или иной ситуации, это повсеместно. Сафар заверяет Иува, что после покаяния и исправления, это стих 13-14, Господь вернет ему былое процветание и достаток об этом стихи с 15-го по 19-й. И мы читаем 13-й стих и ниже. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему, то есть к Богу, руки твои, и если есть порог в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться. Действительно, мы боимся прежде всего потому, что мы на стезях греха. Грех, который обещает нам гедонистические наслаждения, на самом деле он разрушает возможное счастье человеческой жизни. И здесь Сафар говорит, в общем-то, правильные вещи. Если ты примиришься с Богом, ты примиришься и сам с собою, и с ближними, поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Иногда страх того, что преждесодеянные грехи рано или поздно нагонят нас и нанесут предательский удар в спину, этот страх сопровождает человека на протяжении всей его жизни до гробовой доски. Но это неправильно. Мы должны верить, мы, христиане, должны верить прежде всего в таинство церкви, которые дают нам, сообщают нам оправдание, освящение, исцеление. Далее. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно, будешь лежать и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя. Действительно, счастье человеческой жизни – это распознать намерение Божие относительно самого себя. И если мы пребываем в гармонии с волей Творца, это дает нам достаточно много благ. Далее Сафар говорит, если Иов будет оставаться нечестивым, то рассчитывать на это все не стоит. И он восклицает, глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. здесь говорится о том, что если человек остается беззаконником, никакое убежище, никакое там бомбоубежище, никакой подвал, никакой защищенный бункер не спасет его от Божьего гнева, справедливо, движемого на него. глаза беззаконных истают, они будут искать своим взором источник надежды, и их зрение ослабнет, прежде всего духовное зрение, и убежище пропадет у них. Убежищем иногда для человека является его собственное самомнение, а я не хуже других, я лучше других, и собственное самомнение, как некое бомбоубежище от божественного гнева, от судов Творца, это не менее опасно. Надежда нечестивых рано или поздно исчезнет. В одной книге я читал о том, что когда умирал известный британский писатель Вальтер Скотт, его друг, христианский пастырь, стоял рядом с его кроватью и говорил ему «Держись, друг, держись!» На что Вальтер Скотт, который был атеист, неверующий, отвечал «Если бы я знал, за что держаться!» Те люди, у которых исчезает надежда, это самое тяжелое состояние, те бомбоубежища, фантомы, которые мы создаем, выдумываем, которые как бы оправдывают наши действия, наши поступки, мы все время занимаемся апологией собственных грехов, коллективных, политических и нравственных, личных, все это разрушится. Потеря надежды – это потери и веры, и любви, ибо источник надежды, как и веры, и любви, это Христос. Итак, отцы, братья и сестры, сегодня мы сделали обзор 11 главы книги Иова. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор 12 главы. Это удивительная книга, она помогает нам понять в это сложное время, почему страдает праведный, невинный и почему благоденствует грешник, тиран, злодей. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах, новых беседах и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok